Численность населения – ноль. Таким количеством жильцов могут похвастаться без малого 30 сел в Харьковской области. Это официальные данные на конец прошлого года. В управлении статистики показывают таблицы. Число пустеющих сел растет с каждым годом. Малочисленные до 10 человек. По переписи 2001 года у нас в Харьковской области было 62 таких села. А вот по квартальным спискам их уже 137. Связано это прежде всего с тем, что миграция все-таки по итогам года у нас плюсовая по городу, а по селу с минусом идет. То есть все-таки отток сельских жителей идет. Богатые колхозы-миллионники, скотоводческие фермы-рекордсмены, плодоносные сады – все стало историей. После развала Советского Союза распалась и устроенная жизнь многих сел. Жители в поисках лучшего места поддались в город, соседние, более благополучные деревни. Теперь найти село-призрак можно только по указке. Идет улиц. Это так, трошки пройдете прямо, а потом трошки повернете вправо. Вправо, сюда. Что там зараз есть? А там ничего нет. А там драма сейчас такие и все. Ничего сейчас нет. В село Шляховое Великобрлутского района существовало больше 300 лет. Это была большая деревня с несколькими улицами, своя ферма, пруд, колхоз. Еще семь лет назад в село Шляховое печатали на картах Харьковской области. Но, судя по всему, жильцы оставили его гораздо раньше. Фундаменты домов практически полностью разрушены, погреба обвалились. А когда-то плодоносные фруктовые сады полностью одичали. Сегодня тех, кто здесь жил когда-то, можно увидеть разве что на старых надгробиях. Судя по виду могил, ухаживать за ними уже некому. Подобную картину можно наблюдать практически в каждом районе области. Так, рядом с селом Гайдары на карте до сих пор значится Исков-Яр. Уже несколько десятков лет оно стоит нежилое. Люди перебрались в более удобное село по соседству. Пустые села снимать с учета местные власти не торопятся. Пугает бумажная волокита. За прошлый год в Харьковской области ликвидировали только одно нежилое село. Так и живут десятки украинских деревень, поселков, хуторов. В документах и на картах. Но руководители области и страны настроены вдохнуть жизнь в заброшенные села. Привлечь в них новых жителей. Мол, последнее время в украинских городах наблюдается демографический бум. Нам нужно эти тенденции перенести в сельскую местность. И в каждой целевой программе. В каждой программе в области, в районе. В каждом решении руководителя должно отображаться решение, направленное на создание условий для проживания в сельской местности. В регионе и стране принимают специальные программы, призванные поддержать село, сельхозпроизводителей, фермеров, специалистов, готовых из города ехать в сельскую местность. Но авторы проектов признают, быстро восстановить то, что разрушало с десятки лет, невозможно. Необходимы годы работы и многомиллионные вливания. Иначе число сел-призраков в Украине будет только расти. Андрей Кравченко, Алексей Жучков, Павел Кубраков и Борис Буцевич. Объектив неделя.